Мы знаем. Вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Всем пятничное доброе солнечное прекрасное утро. Олег Век и Александр Шунин. Конечно. Ничего не изменилось. Все по-прежнему доброе утро. Здравствуйте. Сегодня нам обещают самый жаркий день недели. Плюс 32 по стране. Там воздух в Лиге прогреется до 31 градуса. Через буквально час мы с Константином Рангсом в программе «Климат-контроль» поговорим про это климатическое безобразие. В Британии вспомним про магнитные бури. Он обещал подготовить подробнейший рассказ тех, кого волнует. Можно, пользуясь случаем, задать вопрос от себя. Почему, когда 32 на улице, плюс 16 в воде внутри? Очень хочется купаться, а не как? Я ваш вопрос передам. По назначению. Да, а то как-то несправедливо получается. Ну, а мы же пока работаем в штатном режиме. 8, чуть больше 15 минут. А значит, самое время для «Киевского времени». Мы живем рядом, но хорошо ли мы знаем друг друга? По будням на Радио Болтком слушайте программу «Киевское время» об истории, культуре, современной жизни Украины, о героях прошлого и настоящего. «Киевское время» на Радио Болтком. Какой бы ни была температура, если вдруг будете отправляться вот куда-нибудь на природу или проезжать мимо, вот заезжайте в пеньки, там в пеньках открылся бутик «Вира», кстати, по-моему… В Юрмало-аутлете конкретно, в деревушке аутлетной. И, собственно, по-моему, буквально не так давно, там чуть ли не месяца не прошло еще, но… Для меня он открылся неделю назад, когда я там побывал, разведка такая была, но, в принципе, около месяца назад. Ну, все эти детали мы выясним у хозяйки бутика, у Виктории Шпорта, которая сегодня с нами на прямой связи. Виктория, доброе утро, доброго ранку. Доброго ранку, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. А Виктория, бывшая рижанка, бывшая киевлянка, нынче опять вернулась к нам, правда, волею судеб не от хорошей жизни, а все по той же самой причине. Но, благодаря этой беде, этой войне, и появился бутик, по большому счету. Виктория, давайте рассказывайте уже вы, хватит нам с Олегом. Да, как переводится название «Вира» и что оно значит, и вообще, как появилась идея открыть его? Еще раз здравствуйте. Значит, смотрите, «Вира» — это украинское слово «верить», так же, как и в русском языке. Вера, имя, верить в Бога, верить в лучшее, верить в семью. Такое оно имело значение для меня, и для меня было очень важно назвать его именно так, потому что на сегодняшний момент это та вещь, которая соединяет нас всех. И это для меня очень сильное было слово, и из-за этого, в принципе, так и возникло это пространство «Вира». Как все получилось? Немножко предыстории. Я сама закончила школу в Риге, я рижанка. После того поступила в институт в Киеве, вышла замуж за известного спортсмена украинского и 20 лет прожила в Украине. Когда закончилась у мужа карьера, ему предложили контракт. Это еще было буквально до вот этих всех ситуаций в Риге, в рижском клубе, как тренера уже. И мы переехали сюда, и буквально чуть-чуть мы здесь побыли, и началась вся вот эта вот заварушка, все, что сейчас происходит, вот такого вот тяжелого для нас. И мы начали думать, в принципе, каждое, что мы можем сделать для того, чтобы познакомить, для того, чтобы сделать что-то, пока мы здесь находимся, для Украины. Каждый в своем кусочке делает что-то свое. Из-за того, что 20 лет я прожила в Киеве, я работала как раз-таки в сфере, я очень плотно работала с дизайнерами, мы часто на мероприятиях пересекались, мы часто делали общие проекты, потому что непосредственно я занималась ювелирным бизнесом, и именно дизайном ювелирным. И часто для украинских дизайнеров под коллекцией, высокой фэшн, мы делали на подиум, мы делали украшения. Когда уже приехали сюда и начали смотреть, что, как делать, мы с мужем начали разговаривать в семье, чем мы можем помочь, как мы можем, что мы можем сделать для той стороны. И возникла эта идея, что мои подружки, дизайнеры, знакомые, которые есть, мы решили просто знакомить, так как в Прибалтике, в принципе, масштабного такого проекта нет, и нет именно дизайнеров, не то чтобы производителей, а именно дизайнеров, то мы решили быстренько все организовать, придумали вот такую идею, такую концепцию, чтобы привезти сюда украинских дизайнеров, чтобы Прибалтика увидела это качество, чтобы они увидели эти модели, чтобы они увидели вот эту вот душу украинскую в вещах, как все это делается. И я вам скажу, что это сделало все очень быстро. В принципе, я очень сильно благодарна аутлету, вилледжу нашему, который есть, потому что буквально с моим приходом к ним и разговора в 30 минут мы пожали руки, и они сказали, что Виктория, начинай, делай, мы тебя поддержим, мы все сделаем, мы все поможем, как они и помогают и до сих пор. Бутик открылся только неделю назад. Сейчас на данном этапе у нас только 8 дизайнеров, но будет всего 17. За счет того, что очень тяжело, я вам так скажу, что все организовывалось в принципе, то есть считайте, что в месяц это организовывалось, а в такой вот плотной работе это было 2-2,5 недели. За счет того, что тяжело довольно транспортировка, вот эта вот вся вот вещь, логистика, я думаю, что полноценно все дизайнеры, все 18 доедут, ну, по крайней мере, в августе будут все у нас. Но мы в любом случае очень сильно ждем всех, и я хочу сказать огромнейшее спасибо вообще всем людям, которые сейчас находятся вокруг меня, бизнесменам, дизайнерам латвийским, еще раз аутлету, скажу, потому что такую поддержку, которую мы получили, ну, вы знаете, мы бы за 2 недели бы это не организовали бы сами. Скажите, вот, ведь у вас специальный какой-то с орнаментом логотип бутика, что это означает? У нас логотип наш, это оберег, который мамы, украинские мамы, вышивали детям, ну, как бы для того, чтобы оберегала ребенка, и вот этот орнамент мы поместили на наш логотип украинский. Еще одна тенденция современной вот украинской моды – это патриотизм. Вот как он проявляется в моде и вот конкретно, может быть, на ваших примерах каких-то? Вы знаете, сейчас вообще вот эта тенденция очень сильная по поводу того, что вошло обратно, прям очень сильно вот этот патриотизм вошел в моду. Но мы, вот у нас в пространстве, если вот придете, мы, я вам сейчас так скажу, каждый из нас в любом случае, каждый из девочек, они патриоты, но самый главный акцент был на то, вот на самих вещах. У нас, кстати, вышиванки тоже будут скоро. Это так, это ремарочка. Это качество, украинское качество, потому что мы хотим познакомить с ним. Потому что у нас, ну, как бы, я вкратце просто хотя бы о некоторых вещах каких-то расскажу. Вот у нас, например, там Дарья Чуприна, которая выставляется, это 15 лет, это человек, который вяжет потрясающие вещи, оборудование у него по самым последним, она киевлянка, оборудование находится в Киеве, по самым последним технологиям оборудование с Японии, нитка вся итальянская, она заказывает лоропьяно, одна из самых лучших ниток. Если, например, это систерс, это новые технологии, это тенцель, это эвкалипт, это ткань с эвкалипта. Если это пуговицы, то пуговицы, это обязательно жемчужные, это натуральный жемчуг и так далее. И это все за доступные цены. То есть я хотела самое главное познакомить, показать вот производителей украинских. Кто-то из них все-таки сейчас вшивает вот этот вот патриотизм в каких-то вышиванках, в каких-то изделиях, в каких-то этих. Но в любом случае у нас стояла, знаете, как самое главное для нас стояла вот эта вот цель просто принести и показать. И чтобы люди познакомились с нашими продуктами. И по поводу патриотизма, конечно же, сейчас в моде в Украине очень стало, для мужчин это цвет хаки, как это говорит, зеленский стал, его очень многие кто называют. И, конечно же, барышни начали одеваться в вышиванке в повседневной жизни. Такого не было раньше, сейчас это есть. А вот, кстати, вы упомянули, что скоро и у вас появятся вышиванки. Но я так понимаю, пока что ассортимент рассчитан все-таки на женщину. А что касается мужчин? Будет и для мужчин, и уже начали завозить для деток ассортимент. У нас, в принципе, будет все, вера это пространство, где любой украинский производитель может выставить свои изделия. Значит, смотрите, у нас женская, у нас детская, у нас будет обувь позже, у нас будет, у нас украшения уже есть, бижутерия. У нас будут аксессуары, у нас будут шляпы, у нас есть сумки. То есть, в принципе, это целый набор, куда ты можешь прийти и одеться полностью. То есть от и до. Прекрасно и замечательно, что вы это так быстро и оперативно организовали, и планы только хочется поддержать и пожелать успеха и развития. Но что касается логистики, учитывая обстоятельства, наверняка есть какие-то сложности, какие-то проблемы. Но вы так четко говорите, будет, 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 будет. Как будто вы точно знаете, как эти проблемы решить. Ну, мы, понимаете, мы уже, тут просто дело во времени. Мы уже отложили какие-то процессы, которые у нас уже не отлажены, но просто все, все как бы упирается во время. Значит, смотрите, некоторые дизайнеры и производители, они выехали за пределы Украины. И у некоторых, например, для нас, например, проще, когда они выехали вместе со своим продуктом, там, или в Германию они выехали, или в Эстонию. У нас поставки с Эстонии, с Литвы, с Германии. То есть для нас это намного легче. Но когда поставка, например, идет с Украины, то это намного тяжелее временем. То есть это надо ждать, в принципе, от начала до конца, около трех недель. И, конечно же, есть такие моменты, есть такие моменты, я вам честно скажу, что мы же не знаем, там, ну, люди работают, люди работают сейчас при воздушных тревогах, люди работают при ситуациях, которые сейчас происходят, но они работают. И продукт, например, может, там, задерживаться, да, там, в производстве за счет вот каких-то вот вещей. Возможно, ну, не дай бог, что где-то производство разрушено, может быть, в какой-то момент. То есть вот эти все вот вещи, ну, они тяжело... Ну, сейчас, на сегодняшний момент, возможно, доставка с Украины, просто она очень длительная. И риски, я понимаю, и есть риски. Да, да, и риски, и есть риски, конечно же. Но девчонки молодцы, все безумно благодарят вообще за вот такой шанс, вообще, Прибалтику, Латвию, я вам скажу честно. Каждый день мы с ними на телефоне, они каждый день говорят, передавай, пожалуйста, спасибо каждому человеку, который заходит к вам в магазин. Это вот дословно вам говорю. Виктория, а говоря о девчонках, кстати, что, в принципе, отличает украинский фэшн-дизайн? Это цвета какие-то яркие, это ткани, фактура, что-то еще? Вы знаете, отличает от местного или вообще... Ну, давайте, да, от местного. И вообще и конкретно от местного. Ну, у нас все такое серенькое, коричневое, сдержанное, все в болото. Это цвета, конечно же, это цвета. Ну, вы понимаете, в любом случае, что фэшн-индустрия, тут как бы такая вещь, фэшн-индустрия в больших странах, ну, в более крупных странах, она идет намного быстрее, по той причине, что количество людей совсем другое, как бы спрос совсем другой. И там в больших, ну, побольше странах люди пытаются идти в ногу... И есть конкуренция очень большая, из-за этого они растут, за счет этой конкуренции растет и качество, и модели, и очень много всего. Что отличает? Вы знаете, наверное, то, что вы говорите, яркость. То есть я абсолютно четко и точно знаю, что если девочка придет к нам, оденется у нас, она выйдет на улицу, ее сразу же заметят, сто процентов. То есть это такой, как бы, более эмоциональный дизайн, вот так можно сказать. То есть я, в принципе, одеваюсь, ну, в своем обиходе где-то... Вот я, кстати, одеваюсь в украинских дизайнерах и у латышских дизайнеров. У меня вот так, в масс-маркете я не одеваюсь. И я вот это все, когда миксую, я всегда получаю кучу комплиментов. Мне всегда говорят, красиво так одета, где ты это взяла, что ты... То есть если вот это есть, вот это эмоция. То есть мы пытаемся делать эмоцию, и украинские девчонки тоже пытаются вот этим стилем каким-то необычным, немножко ближе уже... Ну вот, он такой, знаете, как европейско-украинский, вот я так могу сказать, потому что все-таки нотки украинские есть, но они уже с европейским лоском то, что может одевать любая женщина, любая девочка, любая маленькая девочка, мини-кукла, и просто блистать. Ну и качество цена, потому что украинский производитель, он качественный. Я могу отвечать за это 100%. Вы можете прийти к нам, посмотреть каждую строчку, каждый шов, каждое все, это идеально. И, конечно же, это цена, цена образования на такие вещи, они дешевле, чем в Европе. Ну, на сегодняшний момент это так. Не знаю, как будет дальше, сами видите, тут все от ситуации уже зависит. Чем объясняется, что действительно такое большое количество талантливых дизайнеров на Украине? Это украинская душа. Это украинская душа, знаете, как это... Я вам сейчас скажу так, это вот эта гиперэмоциональность, она все-таки есть. Украинцы, они эмоциональны, возможно, не всегда это в плюс идет, потому что все-таки это... Может быть, погода играет в свое, что в мае месяце 30 градусов, это тоже возможно, знаете, как это более жаркие страны, более эмоциональные люди. Но я думаю, что вот это вот, знаете, как, это все, ну, это корни, это история, это, ну, вот, это душа. Я не могу сказать, что, знаете, вот вы говорите, почему так много... Везде есть талантливые люди, и у нас есть талантливые люди. Просто часто люди забывают о том, что у них есть талант. Прекрасный месседж в конце беседы. А в конце, потому что у нас, к сожалению, время-то истекает эфирное. Виктория Шпорт, владелица бутика Вира, что означает вера, верить. В Вирмальском аутлет Вилледж открылись буквально неделю назад. Сплошь только украинские дизайнеры. Да, я могу подтвердить, сам там был, в самом деле, очень-очень яркие цвета этих изделий. То, что отличает и бросается в глаза, и чувствуется та самая эмоциональность. И очень хочется, чтобы в ряд вот этого вот квири еще открылась Надя и любовь. Вера, надежда, любовь, чтобы вся троица присутствовала. Виктория, успехов вам в развитии. Всего доброго. Спасибо вам большое. До побачення. До побачення.